Так, ну что, давайте по плану нашего обсуждения Мы сначала пробежимся по презентации Базово поговорим о том, что произошло Мы постараемся не погружаться в глубокую детали Потому что, ну, уже все плюс-минус читали И, там, начинать заново Десятый раз то, что все прочитали, смысла нет Поэтому мы как-то вот поставим такие milestones К чему мы пришли, что нам делать дальше А потом потихоньку перетечем в дискуссию, в диалог Очень кратко, что произошло Ну, вы знаете, что президент подписал указ О приостановлении действий соглашений С недружественными странами Причем положение приостанавливается До устранения иностранными государствами Допущенных ими нарушений законных, экономических И у них интересов РФ Прав ее граждан и юридических лиц Ну, то есть, переводя на русский язык Приостановили надолго Обращаю ваше внимание, что Соглашения не денонсированы Они продолжают действовать Но только в части То есть, основная часть их соглашений Она приостановлена Можно подискутировать на тему А вообще Бывали законно односторонняя Приостановка соглашений Об избежании двойного налогообложения Но мне кажется, что это Уже не такой важный вопрос Потому что, ну, что случилось, то случилось И в целом Вот нельзя сказать, что это прям Совсем против правил Несмотря на то, что в соглашениях Это не предусмотрена опция Односторонняя Приостановка Я бы все-таки сказал, что Есть положение Венской конвенции, которое предусматривает Что все-таки один участник Может допускать Приостановку В случае, если Произошло существенное нарушение Международного договора И возникает вопрос А в чем же произошло Существенное нарушение Со стороны недружественных стран И вот если мы Почитаем текст соглашения То мы не сможем найти К чему привязаться Но если мы вспомним Что у нас над соглашениями Есть надстройка в виде МЛА То МЛА закрепляет Одной из целей соглашения Развивать экономические отношения И вот исходя из Этой парадигмы Мы уже Видим некое основание Для односторонней Приостановки Некоторое положение соглашения Поэтому Еще раз Вопрос дискуссионный Но в целом К чему-то Привязаться здесь можно Дальше Обращаю ваше внимание Что соглашения Переостановлены В одностороннем порядке Получается Что платить Из России Уже по льготным ставкам Соглашений В недружественных странах Нельзя А из недружественных В Россию По факту можно Потому что Ответных мер Пока не было Да Дальше перечень Какие статьи Приостановили Вообще Что осталось От этих соглашений Ну Ответ мало чего Осталось Потому что По существу Все основные статьи Которые Разграничивали Налоговое Перетязание Государств На один и тот же Доход Их Приостановили А не затрагивает Действие Основные статьи Которые остались Скажем так Это статьи Связанные с Обменом информации Взаимосогласительная Процедура Устранение Двойного налогоблажения Те же зачеты Налоговое резидентство В том числе Кейсы Когда лицо Признается Резидентом Сразу двух Договаривающихся Государств Ну и Не стали трогать Сотрудников Дипломатических Представительств Если как-то Подытоживать А что произошло Ну по сути Приостановили Положение соглашений Которые Покрывают Все Доходы На которые И могли быть Притязания Государств То есть То что осталось Это такие Общие каркасы У которых Скорее Ну Технические вопросы Посвященные Аминной информации Зачетам Налоговым Резидентством Обращаю ваше внимание Что Льготы Положения Соглашения Льготы Положения Налогового Кодекса Которые Ссылаются На соглашения В целом Должны Работать Ну например Льготы И положения Связанные С Киками Там У нас Есть условия Когда мы можем Зачет налогов Применять При получении Дивидендов Из киков И там требование Что Со стороны В которой Должно быть Соглашение Вот соглашение Оно осталось Просто часть Его пунктов Больше не работает Причем пока не работает Только с одной стороны Со стороны РФ Дальше Право на зачет Остается У юридических лиц Точно У физических лиц Скорее всего Остается Мы про физических лиц Про зачет Чуть позже поговорим Там не так все Однозначно И еще Я бы отметил Про переостановку Соглашений И обмен информацией С одной стороны Соглашение Положение Про обмен информацией В соглашениях Остается То есть Обмен информацией По запросу Он продолжит работать В рамках соглашений Автообмен Тоже продолжит работать Потому что Он Вообще Не Не предусматривается Соглашениями А Он предусмотрен Стандартами Common Reporting Standards Однако Очевидно Что Мотивация Иностранных Государств Недружественных Стран По обмену Информацией С Россией И Битого Не очень Высокая Она Снизится И здесь Коллеги Если не против Вот я вас тоже Подключу У нас есть С вами Один из Вопросов Для обсуждения А как Приостановка Положения И соглашения Об избежании Двойного Налогообложения С недружественными Странами Скажется На обмене Информации То есть С одной стороны Прямо Никак Но с другой Стороны С большой Долей Вероятности И без того Хромающий По крайней мере Автообмен С этими Странами Окончательно Приостановится Как вы считаете Я так понимаю Автообмен Он как-то Отдельно И какие-то Страны Уже вышли Не обмениваются С нами Да В рамках Автообмена Это Кто у нас По-моему Канада Великобритания Швейцария Это может Продолжаться Не знаю Насколько Здесь влияет Или не влияет Вот эта Приостановка То что Касается Обмена Информацией Который Предусмотрен Самими Соглашениями То здесь Я вот не видела Открытых Каких-то Публикаций ФНС Но я так понимаю Что она Уже страдает И это Там Какие-то Страны Нормально Отвечают Я так понимаю На запросы Другие Нет Уже Сейчас Ну Теоретически Вот эта Приостановка Она может Как-то Усугубить Ситуацию Но она Уже По факту В каких-то Частях Не очень хорошая Ну Наверное В части Обмена Точно То что происходит Не будет Способствовать Усилению Этого Обмена Но и Не будет Приводить К тому Что совсем Обмен Остановится Потому что Отношения Между налоговыми Орданами Они живут При своей жизни И Иногда Обмен Вообще происходит Там Без Наличия Каких-то Формальных Отношений Поэтому Тут Это Знаете Как соседи Кто-то Перестает Здороваться А кто-то Все равно Здоровается Несмотря Ни на что Ну да Есть же Такой Виктор Есть же Такой В некоторых Станах Есть Инициативный Обмен Даже Вне Каких-то Правил Просто Налоговая Служба Какой-то Страны Считает Необходим Кого-то Уведомить Такое Тоже Есть Да Совершенно Верно То есть Есть Какие-то Уже Фактически Формируются Какие-то Обыкновения Как говорят Юристы Налоговые Органы Сейчас Они Вот эти Хорошие Для них Отношения Не склонны Всем Демонстрировать Потому Что Это Может Ничего Хорошего Не Привести Но По факту По факту Страны Они Просто Определенные Группы Делятся То есть Кто-то Был Первый Что Сразу Соединяй Пристаем Обмениваться Автообмен Если Исторически Посмотреть На то Как у нас Вообще Происходит Обмен Информацией То можно Увидеть Что Очень Давно Некоторые Страны Не Очень Были Активны В обмене Информации И Не заявляя О том Что они Не хотят Обмениваться С Российской Федерацией Они Все равно Объединенные Препятства Чинили И там Тоже Была Там Разнообразная Динамика Были Киприоты Которые Потом Взяли И Справились При Скажем Помощи Российской Федерации Помогла Исправиться Но Были Страны Швейцария Великобритания Они Никогда Не были Активны С Российской Федерацией Хотя Никакого Повода Для этого Не было Поэтому Вот Такая Сложная И Пестрая Картина Некоторые Часть Этой Картины Разглядеть Детально Очень Сложно Но Эта Картина Есть Она Существует Спасибо Спасибо Виктор Детально 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 Продолжение следует...